МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дагестанские боксеры завершили свои выступления на Олимпийских играх в Японии. А вольник Абдул-Рашид Садулаев поборется за золото в финале. Затоплены дома, школы и дороги. В Ахтынском районе сильные ливни, град и сели нанесли огромный ущерб. Его сумму еще предстоит определить. На данный момент известно, что затоплено 16 домов. Кроме того, с селевым потоком повреждены две автодороги. Это участок Ахты-Курукал-Хнов и Магарамкент-Ахты-Рутул. Сейчас там проводят расчистку. Как сообщает пресс-служба района, на ликвидацию последствий стихии брошены все силы уже к хамуниципалитета. Привлечена необходимая техника. Сегодня в Махачкале прошла акция группы автомобилистов. Митингующие с транспарантами выступили против повышения цен на газ. Их требования поддержали и проезжавшие мимо автомобилисты. В знак солидарности водители сигналили и останавливались, чтобы присоединиться к организаторам. Но акцию вскоре пресекли сотрудники правопорядка, так как она оказалась несанкционированной. Пятеро детей погибли из 65, получили ранения различной степени тяжести. Такова печальная статистика за 7 месяцев этого года. В целях профилактики ДТП с участием детей-пассажиров сотрудники ГАИ продолжают проведение оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Детское автокресло». Инспекторы проводят массовые проверки транспортных средств на предмет выявления водителей, нарушающих правила перевозки детей в автомобилях без детских удерживающих устройств. В Махачкале стосят незаконные объекты. Так, накануне по проспекту Гамидова, 15, демонтировали капитальное строение. О небезопасной конструкции в мэрию столицы сообщили неравнодушные граждане. По словам жильцов соседних домов, их дети неоднократно получали травмы на объекте. Кроме того, это было излюбленным местом для так называемых закладчиков наркотических веществ. Во-первых, закидывали постоянно мусоры со всех домов, мне кажется. Мусоры были огромными пакетами. Потом мы даже сами когда заглядывали, мы сами вычищали. Вот ребята все вот забирались, вычищали, вызывали машину, грузили. И когда вычищали тоже, мы там очень много шприцов находили. Очень много минусов, я могу сказать, с этим строением, которое у нас возникало. Очень много минусов. И наконец-то, вот после многочисленных обращений в администрацию города Махачкалы, нас услышали, мечтали о том, что когда уберут это строение, здесь хорошую детскую площадку поставят. Это будет не только для наших детей. У нас много молодых семей, у которых маленькие дети. Это будет не только для нас, но и для тех домов. Для тех домов, которые могут привезти своих детей. По данному обращению администрация Махачкалы организовала специальную комиссию. Специалисты выяснили, что данное строение было возведено незаконно более 10 лет назад. Решением комиссии по рассмотрению вопросов об организации сноса незаконных строений или приведения их в соответствии с установленными требованиями было принято решение о демонтаже данного строения. Администрация, в свою очередь, выждала сроки. Это 4 месяца было выучено уведомление, но так как правоустановленных документов собственник не представил, сегодня, 5 августа, мы организовали демонтаж данного строения. Кроме того, по проспекту Гамидова демонтированы и гаражи. Объекты препятствовали проведению ремонтных работ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Вместо металлических конструкций изгородь извеченно-зеленой туи. В столице открыли контейнерную площадку нового формата. Идея установки возникла у депутата Кировского района Тимура Алиева. Совместно с жителями парламентарии обсудили место высадки зеленых саженцев. Жители многоквартирного дома Магомеда Тагирова 172ГЭН со своей стороны обещают следить и своевременно поливать зеленые насаждения. Этот план объединил соседей. Он объединил даже такие группы депутатов с соседями городских. Нам очень понравилось это. И мы видим перспективы уже очень хорошие. Муфти Дагестана Шех Ахмат Афанди встретился с министром энергетики и ЖКХ региона Резваном Мурадовым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. В ходе беседы руководитель ведомства озвучил проблему бездоговорного потребления электрической энергии и газа. Я надеюсь на то, что мы будем взаимодействовать. К тому же у нас есть вопросы, в которых мы должны взаимодействовать. Накопившиеся вопросы, которые хотел бы тоже обсудить, это бездоговорное потребление электрической энергии и газа. Здесь без вашей поддержки нам будет тяжело обойтись. То, что люди расходуют энергию, и некоторые люди умудряются не платить, вот это категорически нельзя. Я раньше тоже в своем выступлении и в своем обращении говорил, расходовал плати. Особенно это вопрос касается мечети, медреси, религиозных организаций. Мы же расходовали, мы же пользовались этим. В завершении духовный лидер отметил, что муфтияты в дальнейшем будут помогать и оказывать поддержку министерству. В Маграмкенском районе идет реконструкция мечети в селении Верхний Ярак, где родился и учился шейх Мухаммад Яракский. Инициатором о создании культурного памятника выступила община села. О проделанной работе и о дальнейших планах в сюжете Натальи Ханбабаевой. Мечеть в селении Верхний Ярак, достояние всей республики, находилась в плачевном состоянии. Еще в 2017 году на форуме, посвященном шейху Яракскому, объявили о решении воссоздать мечеть. Однако долгое время не получалось приступить к работе. Сначала помешала пандемия, а затем было необходимо подвести дорогу к местности. В марте мы сделали дорогу, в апреле мы начали уже очищать фундаменты, начали заниматься реставрацией мечети, восстанавливать мечети. Но так как мы видим, в процессе работы уже получился, одну стену сохранили, много чего убрали уже, по тем же размерам мы поднимаем. Но это основно, у нас это как была мечта односельчан, потомков Яракского. Как это получается, народная у нас мечеть, мы поднимаем, восстанавливаем мечеть, она народная, все помогают. Изначально планировалось снять верхний слой саманной кладки с мечети, при этом оставив ее родной фундамент. Но он оказался недостаточно крепким и в процессе работы начал осыпаться. Стены пришлось разобрать, однако для возведения новых будет использоваться тот же материал, отметил имам села. Три месяца старались сохранить эти стены. Наши специалисты подключались, приезжали, три месяца мы раскопками занимались. Это все покажем мы, на это то, что мы снимали его в процесс работы. Но только одна стена, специалисты приехали, сказали, что оставляем одну стену, остальное все убираем, работа была ручная, все перебрали в мечеть. По тем же размерам, на этом же месте, такую же мечеть восстанавливаем. Ничего, все будет по старину. Известная мечеть была построена отцом Магомеда Яракского. Там же находилась и мадресе, в котором обучались основам ислама. Поэтому святыня имеет особую духовную ценность для верующих. Ну, восстановление этой мечети, это очень важно для нашего района, и не только района, для республики в целом. Потому что шейх Мухаммад Яракский, это такой человек, известный не только у нас в стране, но и во всем мире. Поэтому восстановить его мечеть, мадреса, где он пропадал, где он сам начал изучать религию, учился у своего отца, думаю, это очень важно для всех нас, для мусульман. Поэтому мы начали это строительство. И плюс к этому это еще история наша. Мы знаем, кто не знает свою историю, у них нет и будущего. До конца этого года мечеть приобретет свой новый облик. А для удобства и жителей села, и половников асфальтируют дорогу Верхний Ярак. К тому же рядом с мечетью оборудуют площадку, чтобы проводить массовые мероприятия. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов. Новости ННТ. Магарамкенский район. На Дагестан надвигается сильная жара. По данным Гидромедцентра, с 6 по 8 августа в регионе ожидается повышение температуры воздуха вплоть до 43 градусов по Цельсию, а в предгорных и горных районах до 39-40. Пик жары придется на время с полудня и до 16 часов. Специалисты рекомендуют воздержаться от досуга на открытом солнце, без необходимости не выходить из помещения и носить головные уборы. И о спорте. Дагестанские боксеры завершили свои выступления на Олимпийских играх в Японии. Так, сегодня утром в финале турнира в категории до 91 килограмма Муслиму Гаджи Магомедову противостоял спортсмен из Кубы Сезар Делла Круз. Поединок продлился три раунда, по итогам которых арбитры присудили победу кубинцу. Гаджи Магомедов стал обладателем серебряной награды. Также неудачно сложился поединок и для Зимфиры Магомедалиевой. 33-летняя Махачкалинка оступилась в шаге от финала, проиграв китаянки Китзань. Поражение в полуфинале позволило нашей спортсменке завершить выступление на третьем месте. И в продолжении темы. Абдул Рашид Садулаев поборется за золото Олимпиады в Токио. Сегодня в столице Японии победитель Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро прошел путь к финалу без засечек. В трех проведенных встречах дагестанский танк набрал 19 безответных баллов. В финале Садулаеву будет противостоять американец Кайл Снайдер. Другой наш вольник Гаджи Мурат Рашидов сегодня не сумел выйти в финал, выступив хозяину ковра от Угуру. Завтра он оспорит бронзовую медаль. Также сегодня в Токио определились обладатели двух комплектов наград. В весе до 74 килограмм серебро завоевал воспитанник дагестанской школы борьбы Магомед Хабиб Кадемагомедов. Его медаль пойдет в зачет сборной Белоруссии. Пояс чемпиона Игл ФС возвращается в Дагестан. На родину после победы из Кыргызстана вернулся обладатель титула престижной бойцовской лиги в легчайшем весе Мансур Малачиев. В аэропорту спортсмену устроили торжественный прием. Радость триумфа с ним разделили его родные сельчане из Зубутли Мятли, одноклубники из команды Universal Fighters, а также представители Минспорта. Напомним, что 3 августа на турнире в Кыргызстане Малачиев удушающим приемом одолел Рашида Вагабова и тем самым сохранил титул чемпиона. Успешная защита титула, уверен спортсмен, открывает перед ним новые перспективы. Мансур уже давно мечтает попасть в UFC. У меня на самом деле и желания, и намерения нет больше здесь выступать, поэтому только за океаном. Я надеюсь, как они обещали, как сказали, они это сделают для меня. Там они говорили, кто в нашем лиге станет чемпионом и будет защищать один или два раза этого человека, что они отправят за океаном. Ну, я надеюсь, что они отправят, потому что я доказал, что я настоящий чемпион. Всероссийская спартакиада МЧС по мини-футболу прошла в Дагестане. Открытие состоялось на резервном поле Анжиарены города Каспийска. В спартакиаде участвовали сборные команд МЧС России. В течение двух дней за звание лучших боролись 8 команд, каждая из которых представляла свой федеральный округ. Футболисты играли в изнуряющие жаре и показали хороший футбол, а также отличный уровень физической подготовки. Так, первое место заняла команда Северо-Западного федерального округа, на втором команда Сибирского округа и на третьем команда Приволжия. Участники, победители и лучшие игроки соревнования были награждены кубками, медалями и грамотами МЧС России. К этому часу все. Оставайтесь с нами, смотрите наш вечерний выпуск. Всего доброго.